Были времена, когда жена везде ходила со мной, когда мы были миссионерами в Южной Америке. Она бывала со мной в опасных ситуациях, всякое бывало. Но были случаи, когда я посещал подконтрольные военным территории, и я знал, что там меня вытащат из автобуса, будут обращаться со мной грубо, толкать, показывать свою власть. Когда так поступали со мной, все в порядке. Они ставят себе галочку, а меня это не напрягает. Но если кто-то из них хоть пальцем трогал мою жену, это уже совсем другое, не правда ли? Подумайте вот о чем, пастора. Подумайте. Жил на свете царь, который любил свою невесту. Он так любил ее. Он всегда одевал ее в простейшую, но элегантную белую одежду. У нее не было нужды в косметике на лице. Она не делала себе вызывающих причесок. Она была красивой, простой, элегантной, чистой, набожной, прекрасной. Однажды царь уезжает на продолжительное время и призывает тебя, как служителя, и говорит, «Я доверяю тебе свою невесту. Я уезжаю. Тебе оставляю книгу. В ней прописаны все правила, которые тебе нужно соблюдать. Ничего не меняй. Вообще ничего». «Служитель, будь верным и исполняй написанное в книге». И так царь уезжает и отсутствует очень и очень долго. И вдруг служитель начинает осознавать, что люди в царстве начинают терять интерес к царю, потому что теряют интерес к его невесте. Слишком уж она простая, слишком какая-то домашняя, скучная какая-то. Не идет она в ногу со временем. И вот служитель думает, «Ага, надо что-то менять». Он призывает невесту, он забирает у нее ее белое, элегантное, набожное платье и дает ей гораздо более привлекательное платье, привлекательное для плотских мужчин. Косметику на лицо. А потом начал водить ее туда и сюда по улице, чтобы привлечь внимание и взоры всех плотских грешных мужчин и чтобы вновь обратить этих мужчин якобы обратно к царю. Именно это творят бесчисленные пастора в Америке в наши дни. Они забрали простоту невесты Христовой, ее восхитительную красоту, чистоту, святость, вырвали все это из ее рук, а потом разодели ее и начали водить по улице, чтобы привлечь в церковь плотских людей и как-то якобы обратить их к Богу. Позвольте кое-что сказать. Перед лицом суда Божьего вам не нужно бояться атеистов. Не бойтесь за проституток, за убийц. Знаете, кого нужно бояться вам перед лицом Божьего суда? Бойтесь так называемых евангельских пасторов, которые отошли от слова Божьего и разодели свои церкви в мирские платья, каких даже близко не было в Божьем замысле. Часто я молюсь так. Господи, умножь во мне страх Божий. Умножь во мне страх Божий. Вам следует опасаться трогать мою жену. Бойтесь и страшитесь. Но насколько больше вам следует бояться трогать невесту Христа и делать с ней хоть что-то, чего не написано в Библии. Мы должны быть подобны верному слуге Гегаю, под чей надзор, как вы помните, была отдана Исфирь. В чем была его задача? Сделать ее привлекательной для всей страны? Должен ли он был разодеть ее, что-то с ней делать, чтобы она понравилась для людей в царстве? Конечно, нет. У него была одна задача — сделать ее привлекательной для царя. Посмотрите, что Павел пишет в 1 Коринфянам 11, 2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу, чистую Девою». Посмотрите, что Павел еще пишет пасторам, служителям, называя церковь церковью Бога Живого. Всякий раз, когда используются такие слова, это напоминает священную торжественность из Ветхого Завета. Посмотрите, что пишет Еремия в 10 главе 10 стихе. «Церковь принадлежит Господу, а Господь Бог есть истина, Он есть Бог Живой и Царь Вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Над Богом не стоит насмехаться или попрекать Его. Голиаф и Сенахерим довольно быстро это поняли. Его заповедями касательно Его церкви не стоит пренебрегать и не стоит их заменять идеями умных людей». Надав и Авиуд, а также друг Давида Оза, усвоили эту истину очень дорогой ценой. Продолжение следует...